На этой неделе отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дату в свое время приурочили к столетию, со дня открытия возбудителя туберкулеза, палочки Коха. Можно ли подхватить это опасное заболевание не там, где с ним сталкиваются обычно? Как вовремя распознать заразу, которую на информационном поле давно затмил ковид? Об этом и о многом другом о туберкулезе и его лечении здесь и сейчас. В нашей студии главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи, главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Министерства здравоохранения Владимирской области Елена Дюжик. Елена Сергеевна, добро пожаловать в наш эфир. Добрый вечер. Напомню, что эфир у нас прямой. Это значит, что у вас, уважаемые зрители, есть возможность задать вопрос нашей гости. Не стесняйтесь, номер уже на экране. Страсти с коронавирусом, никто ночью будет помянут, улеглись. Но долгое время оказалось, что других болезней в принципе нет. Либо ничего не лечат, либо ничего не болеют. В случае с ОРВИ, ОРЗ, оказалось, что похоже, что-то действительно было в этом роде. Ну да бог с ними. Какая картина сейчас с туберкулезом складывается в нашей области? И вообще, что с ним происходило в последние годы? Туберкулез – это очень древнее заболевание. Даже до открытия возбудителя Кохом он был. И читая мировую историю, литературу, мы видим упоминание туберкулеза наряду с чумой, с холерой, с оспой, как серьезное заболевание человека. А чахотка – это он? Он. Туберкулез существует на каждом континенте, в каждой стране. И каждой национальной системой здравоохранения в каждой стране он отдельно выделен, как от всех других инфекций. И контроль за ним и наблюдение осуществляется отдельно. Например, на днях мы отмечаем столетие создания самостоятельной противотуберкулезной службы в городе Коврове. 25 марта 1924 года открылся первый кабинет противотуберкулезный там. И в настоящее время противотуберкулезные подразделения существуют в нашей области во всех районах, начиная от противотуберкулезного кабинета в ЦРБ и головным учреждением – это наш центр, который находится в городе Владимире. В 2023 году в области впервые выявлено 342 случая туберкулеза. Из них 8 детей, 2 подростка, остальные – взрослые. В большинстве своем все люди, заболевшие, излечиваются от туберкулеза. Сейчас на учете стоит 325 человек, которые активно лечатся, так как лечение длительное – туберкулеза. И немаловажную роль в количестве туберкулеза и в развитии туберкулеза играет сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Из всех заболевших впервые в прошлом году пятая часть – это ВИЧ плюс туберкулез. И хочу отметить, что совместная работа ведется очень плотно вместе с центром СПИД областной клинической больницы. И зараженным ВИЧ-инфекцией необходимо профилактическое превентивное лечение, чтобы не заболеть туберкулезом. Меня это никогда не коснется, скажут многие, если не все, о тех заболеваниях, которые вы сейчас перечислили. Я в том числе и о туберкулезе. Ну, мнение существует, что подвержены этому заболеванию люди, живущие, если обтекаемо сказать, в плохих социально-бытовых условиях. Ну и отбывающие наказание, конечно же. Вот насколько это сегодня, на 2024 год, актуальный стереотип? Ну, как и большинство инфекций, не только туберкулез. Он опасен в скученных коллективах, там, где нет свежего воздуха. Ну и, конечно, социально неадаптированных для людей это все-таки более высок риск заболеть туберкулезом, чем если человек ведет здоровый образ жизни, если питается, если занимается спортом, прогулки на свежем воздухе. Вроде все это элементарно, но самое главное – это иммунитет. Как передаются простудные заболевания, ну так, широко скажем, и что они делают с нашими легкими, мы с тех пор знаем. Как эта инфекция передается и где действительно ее можно подхватить? Туберкулез передается преимущественно воздушно-капельным путем, через воздух. И человек, который болеет активной формой, он выделяет с кашлем, со слюной, даже иногда, если много микобактерий в воздух, и в виде капель высыхают они, и в окружающем мире они, конечно, убиваются только солнцем, ну так, по сути, не считая ДС-средств, конечно. Вот, но все-таки, чтобы предотвратить, нужно вести здоровый образ жизни и поддерживать свой иммунитет. Это главное. Рецепт от всего, от любого раза. Да, да. От любой инфекции, включая туберкулез. Вот если говорить о таких местах, где бываем каждый день, общественный транспорт, например, а сколько здесь это реально? Ну, общественный транспорт, кратковременный контакт, допустим, даже с человеком, который болеет, и еще не знает о своей болезни. Я не думаю, что это имеет значение. То есть, вот в этом и отличие, ну, самое понятное, простудных заболеваний, когда тебе достаточно этой секунды. Да. Здесь контакт должен быть длительный. То есть, если ты живешь, работаешь или присутствуешь? Ну, самый максимум – это подъезд. Симптомы, признаки туберкулеза. Не те, что знаем из классической литературы про чахотку. А вот что это сейчас? Они как специфические, так их можно назвать и не специфическими. Это длительный кашель, субфибрильная температура, тоже длительная, обычно по вечерам, ночная потливость. Ну, эти симптомы не только к туберкулезу относятся. И самый, опять же, главный совет – если почувствовал себя плохо, иди к врачу. А насколько плохо? Ведь мы люди терпеливые, чертовские. Опять же, у меня картина перед глазами, ну, опять же, которую мое воображение рисует. Из русской классики, да? Человек истощенный, бледный, который кашляет кровью. Вот так. Тут уже к врачу, наверное, уже и поздновато. А может ли вот не так явно действительно это заболевание проявляться, и ты его просто пропустишь, прошлепаешь? Конечно, может. В классической литературе авторы описывают туберкулез, который не лечился обычно. Ну, выезжали на воды. Специфического лечения тогда не было. И это уже запущенная стадия туберкулеза, когда уже практически терминальная. В наше время такие случаи исключены. Единственное, что если нет прививки БЦЖ, сейчас мы тоже до этого дойдем, то генерализованный и серьезный туберкулез – это возможно в наше время. Но кахексия присутствует, конечно, но не до такой степени, как описывается, и кровохарканье может быть. Но это уже в конце, в отсутствии лечения. А много ли мы, россияне, знаем о туберкулезе? Об этом небольшая справка моих коллег прямо сейчас. Каждый пятый житель России не может точно сказать, что такое туберкулез. 23% признали, что точное определение и симптомы болезни назвать не смогут. 80% респондентов отметили ежегодную флюорографию как эффективный способ профилактики. А также 80% считают, что туберкулез передается воздушно-капельным путем. Половина опрошенных верно ответила, что туберкулез эффективно лечится. Оказалось, что меньше всего респондентов знают о существовании вакцины против туберкулеза. Этот пункт отметили только 36%. 86% опрошенных считают, что следует обратиться к врачу после появления крови в макроте при откашливании. 75% при продолжительном кашле дольше 2-3 недель. 64% опрошенных считают симптомами слабость и резкую потерю веса. При этом больше половины опрошенных сообщили, что для профилактики заболевания они ежегодно проходят диспансеризацию и делают флюорографию. Вроде много знаем, но точно не все. На вашей практике главное заблуждение о туберкулезе, оно какое? Не так много его, но что меня это не коснется. Болеют люди разного социального статуса. Разного. И болезнь на никого не щадит. Вы упомянули прививки. Прививка БЦЖ действительно, о ней знают многие родители. Не скажу, что многие, но порой от нее отказываются. Ну, скажем так, в рамках вот этого мало мне понятного антипрививочного течения. Спустя какое-то время действие этой прививки ослабевает? Или это прививка и защита на всю жизнь? Ну, вакцина БЦЖ создает иммунитет с рождения и до 6-7 лет. В 6-7 лет показана ревакцинация. Еще раз. Прежде делают манту. Смотрит врач, есть ли заражение у ребенка. Потому что в этом случае нельзя делать БЦЖ-ревакцинацию. И делают ревакцинацию. БЦЖ, она предотвращает от серьезных случаев, от туберкулезного менингита. Потому что туберкулез для новорожденного ребенка – это практически всегда летальный исход. Потому что… Почему в роддоме ставят БЦЖ? Потому что ребенок еще, ну, можно сказать, стерильный. Не встретился. Ни с какой инфекцией. Сейчас многие родители к прививкам относятся настороженно. Кто-то принципиально отказывается, кто-то ищет. Так, живая, неживая. Давно известно, да недавно известно. Кого послушаем, кого почитаем, к чему мнению прислушаемся. Что бы вы могли сказать таким папам и мамам, которые без явных, объективных причин, без отсутствия медицинских противопоказаний, при отсутствии, не делают детям прививку? Ну, прививка БЦЖ – это в роддоме защитит ребенка. Потом детям делают скрининг на туберкулез. Это реакция МОНТУ до 6-7 лет. А до 18 – диаскин-тест. С 2015 года делают диаскин-тест. И на основании виража, конверсии, реакции, врач уже дополнительное обследование назначит, если необходимо. Если не нужно, то до следующей раз в год эту манипуляцию – это безобидное, абсолютно. Это не прививка, я о МОНТУ говорю. Это нужно делать обязательно. Потому что, если мы заботимся о здоровье наших детей, то мы это делаем. Тескин-тест и реакция МОНТУ – это первый и самый эффективный метод выявления этой болезни? У детей – да. Ну, если есть какие-то противопоказания, которые определяет врач, то есть альтернатива. Например, ТИСПОТ – это кровь на наличие… ну, там, это иммунологический тест. Но у нас в области пока его не делают, если в платную клинику идти. А что касается взрослых? Взрослые – это только профосмотры. Самое главное – это профосмотр. Флюорография органов грудной клетки. Если нет хронических заболеваний, то раз в два года. Если есть, например, обструктивная болезнь легких хроническая, или сахарный диабет, или еще какие-то заболевания сопутствующие, то нужно делать раз в год. В нашем учреждении, например, вот мы – сотрудники, мы делаем раз в полгода. Вы давайте так, для тех, кто подверг стереотипам. Вы не светитесь? Ну, нет. Потому что мы понимаем, что это необходимо, и это приносит никакого вреда, тем более в свете того, что сейчас 21 век, и аппараты лучевую нагрузку считают, и даже раз в полгода – это немного. Вы упомянули диспансеризацию. Сюжет о новом отделении для прохождения диспансеризации подготовили мои коллеги как раз к нашему эфиру. Диспансеризацию проходят один раз в три года, но если вам больше 40, показываться врачам нужно ежегодно, даже если самочувствие хорошее. В этот день даже можно не ходить на работу. Тому, кто проходит диспансеризацию, полагается дополнительной выходной. Ранее выявление хронических неэффекционных заболеваний и факторов риска. И это задача открытия отделения профилактики. Только в одном месте, когда человек понимает, что ему не надо ходить и стоять в общей очереди к терапевту, где кашляют и чирают пациенты, а здесь удобно, когда он приходит и в одном комплексе проходят все необходимые моменты диспансеризации. В профилактическое отделение отдельная очередь для прохождения диспансеризации. Не обязательно записываться заранее. Можно прийти и сразу сдать необходимые анализы. На нашем отделении можно пройти весь объем обследований, анализы крови, общий анализ сахара, холестерин, ПСА, если нужно по возрасту, электрокардиотравма, рентгеновское обследование легких, маммографическое исследование молочного желез, весь объем. После сдачи анализов пациентов ожидает консультация. Если врач обнаружит отклонение от нормы, то данные передадут лечащему терапевту. Пациент вызывается на прием, он знакомится с результатами обследований, ему все результаты озвучиваются и нормальные, и если есть отклонения какие-то в результатах обследования. Дальше я объясняю пациенту риски этих отклонений и объясняю важность, необходимость дальнейшего дообследования. Напомню, что эфир у нас прямой, есть возможность звонить к нам в студию с вопросами, и вот один из наших зрителей этим воспользовался. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, именно вы у нас практически в вашем студии. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Меня, я вот болел туберкулезом, то есть меня вылечили или мне его заглушили? Понял. Итак, вылечит, то есть лечат ли или глушат? Можно ли вылечить туберкулез? Туберкулез излечим. И хорошо, что вы задали этот вопрос. Туберкулез однозначно излечим. При совместном контакте больного и врача это обязательное условие. Только врач может сказать, какие препараты пить. Ну, лечение, раз мы уж начали о лечении говорить, я скажу, что лечение туберкулеза длительное. Лекарственно устойчивого туберкулеза до двух лет. Стационарный этап лечения около двух месяцев. Остальное лечение проходит по месту жительства. Но слово «заглушить», рецидив, тоже возможен. Но это зависит, каждый организм индивидуален. Конечно, цель – вылечить больного. Вылечить навсегда. Вы упомянули устойчивость туберкулеза к таблеткам, грубо говоря, к антибиотикам. Мы живем в мире, где мимо антибиотиков ты никак не пройдешь. Рыба кушает что-то такое с антибиотиками, мясо и так далее. Да, тема, наверное, отдельная вот этого разговора. Но так уж повелось, что действительно многие специалисты отмечают, что та зараза, которую мы подхватываем, она может быть устойчива к антибиотикам. В случае с туберкулезом он вот так развивается, он так защищается? Ну, конечно, процесс этот намного сложнее. И противотуберкулезные препараты – это не те антибиотики, которыми кормят животных. И здесь, конечно, аналогию проводить не нужно. Ну и вообще к теме антибиотиков. Антибиотики нужно принимать только по рекомендации врача. Это однозначно. То есть сам подхватил что-то, покашлял и бегом в аптеку – это путь на кладбище? Да. Вдруг это не бактерия, а вирус, который антибиотиками не лечится. Угу. Что касается методов лечения, насколько они сегодня отличаются от тех, что были известны 10, 15, 50 лет назад? Или в любом случае это все еще длительное, все еще серьезное лечение, и никто волшебную таблетку от туберкулеза не придумал? Да, к сожалению. Ну, методы лечения не отличаются, по большому счету. Конечно, антибиотики противотуберкулезные в последнее время есть новые, которые используются для лечения туберкулеза, но в комплексе. Лечение длительное, как я уже сказала, и специфические таблетки, которые в простой аптечной сети не продаются. И что еще можно сказать о лечении? И, опять же, главное – слушать врача и не прерывать его. А риск такой есть? Да. Потому что лечение трудное, трудное. Может, просто надоесть? Не надоесть. Как мне надоели эти таблетки, как мне надоели эти уколы? И это тоже. Во-первых, лечение контролируемое. Медицинский работник должен видеть, что человек выпил таблетки. Для этого он должен или прийти, или видеоконтролируемое лечение, но мы в 21 веке, по видеосвязи. И это каждый день, конечно, это трудно. Все-таки полгода, год это делать в ежедневном режиме. Поэтому лечение сложное. И чтобы все-таки не допустить туберкулеза, нужно проходить профилактические осмотры. У нас еще один дозвонившийся. Добрый вечер, вы уже в эфире. Игорь, если что-то. Здравствуйте. Добрый вечер. Я сейчас работаю на снижение веса, земляное масло, пью какао. Вот резкое повышение веса и похудение. Может ли быть причиной туберкулеза? Я вот пытаюсь похудеть и постепенно теряю вес. Спасибо большое. Игорь, как всегда, неожиданный вопрос нам задает. Понятно, что речь о чем-то сопутствующем. Какой-то реакции организма. Теряется вес, если без причины. Если питаешься так же, или аппетит снижен, или наедаешься быстрее, чем казалось бы. Порция была раньше такая, стала сейчас такая, и я сыт. То это повод обратиться к врачу. Исключить не только туберкулез, и еще что-то. Поэтому болезней-то много, к сожалению. Самое главное, самолечением не заниматься. По интернету не лечиться? Нет. И для ваших коллег, и для вас, те, кто начитались, это особо опасные пациенты? Интернет в этом случае – это зло. Перенесенный ковид, извините, опять про него вспомню, повышает риск заболеть туберкулезом? Отмечают с недавних пор специалисты. Насколько все-таки это риск серьезный сейчас? Нет. Здесь аналогия не проводилась такой. Самый большой вред того, что была пандемия ковида пару лет – это то, что люди… Был мораторий на профосмотры. И люди до сих пор, некоторые, не могут дойти до больницы и пройти профосмотры. Как раньше, раз в год. Потому что ковид вроде и не ходил, и ладно, и так было хорошо. Не заболел же ничем. Но это неправильная позиция. Профосмотры нужно проходить регулярно. Но взрослому – раз в два года, если относительно нет хронических заболеваний. То есть сказать, что как-то там легкие чуть ли не всего населения изменились, их состояние ухудшилось, и на этом фоне мы более подвержены туберкулезу. Сейчас нельзя и не стоит так говорить. Нет, не стоит так говорить. А задача Всемирной организации здравоохранения, которая как раз этот день и учредила борьбу с туберкулезом, к 2030 году – достичь минимального уровня заболеваемости туберкулеза. Насколько, на Ваш взгляд, исходя из опыта, исходя из официальных данных, вообще выполнима в отдельно взятой Владимирской области такая задача? Ну, эта задача, конечно, долгосрочная, хотя до 2030 года осталось всего 6 лет. Но если посмотреть на статистику, например, 2015 год, то заболеваемость была 46 на 100 тысяч населения, а в 2023 году – 25, ну, налицо снижение заболеваемости. И противотуберкулезная служба Владимирской области, безусловно, встроена в противотуберкулезную службу России и выполняет единые стандарты и требования к диагностике и лечению туберкулеза. В 2020 году состоялось… Я сейчас не про ковид. В 2020 году состоялось то, что очень давно ждали специалисты, которые борются с туберкулезом в нашей области, в нашем городе – это долгожданный переезд. Я про нынешний центр. А не клинику? Да. Мы уже отвыкли от этого термина «тубиспансер». Так мы говорим, наверное, о пустующей площадке на Студеной горе или о пустующих зданиях на углу 8-го и Герцена. Но эти адреса, наверное, хорошо известны всем, у кого реакция Монту была не такая, или кто просто в теме, вынужден быть в теме. Как сейчас вы там живете? Поликлиника сейчас находится на Судогодском шоссе 63, рядом со стационаром в загородном парке. Отдельно организован детский прием, взрослый прием и отдельный прием для лиц ВИЧ-инфицированных. Комфортное помещение, большое, просторное. Врачи принимают. Записаться можно через колл-центр, через госуслуги. Можно напрямую прийти через инфомат. Можно в регистратуру напрямую, можно по телефону. Возможности принять любого человека в день обращения есть. То есть насколько сейчас условия работы отличаются от всех прошлых мест, или это даже сравнить невозможно? Ну, конечно, там было в центре на Дворянской разрушающееся здание. Много лет там был диспансер. Ну и в центре города ему, конечно, не место было. Ну, в то время это было решение принято такое. И когда сюда переехали, уже загородный парк, конечно, все изменилось. То есть у нас современная вентиляция в отделениях, в лаборатории, которая исключает заражение туберкулезом персонал и больных между собой. Иногда нам правоохранительные органы сообщают о том, что людей, жителей нашей области, правда, это единичный случай, приходится принудительно к вам доставлять. Эти люди, зная о том, что они больны, не хотят лечиться. Насколько это редкие примеры и что такими людьми движет? Такие случаи, конечно, есть. Но это все-таки единицы. Когда мы вынуждены при постановке диагноза туберкулез человеку, он просто исчезает. Не приходит на госпитализацию и не лечится. В связи с этим он становится опасен для общества, распространяя микобактерии в окружающую среду. Поэтому мы, конечно, вынуждены собирать материалы в суд. И суд уже привлекает его принудительно к лечению. И работают уже судебные приставы с таким человеком. Я понимаю, что есть медицинская тайна, но можно ли сказать, что это за люди? Чем они занимаются в жизни? В принципе, ничем не занимаются. Им даже лень встать с дивана. Ну, конечно, это все-таки социально неадаптированный контингент. Потому что здравый человек все равно понимает, что лечение необходимо. Как бы оно ни было тяжело, альтернативы нет. Вы говорили о том, что подхватить туберкулез можно действительно где угодно практически, при определенных условиях. Опять же, понимая наличие медицинской тайны и то, что кому-то будет неприятно услышать про себя, Аккуратно, вот насколько эти уникальные истории, то есть каковы они, эти истории вот такого случайного, нетрадиционного, нетривиального заражения? Чем эти люди занимались и занимаются? Ну, вы знаете, я, конечно, статистику вот именно по профессиям не проводила, не скажу. Но знаю одно, что люди болеют туберкулезом абсолютно разные. В основном это социально неадаптированные, не то, что, ну, без определенного места жительства, конечно. Но у нас социальная служба работает, и психолог, который работает в том числе и с такими людьми, и мы пытаемся адаптировать их к нормальной жизни, помогаем получить паспорт, например. Социальный работник занимается оформлением полиса или ННН, если нужно ННН. Ну, в общем, работа ведется в разных направлениях. Ну, и плюс еще Владимирская область оказывает поддержку и некоммерческие организации, и гуманитарную помощь. Оказываем, чтобы привлечь людей, например, продуктовые наборы. Это тоже социальная служба Владимирской области. Человек отличился какой-то период, месяц, два, три, ему продуктовый набор. А то бросит, и придется лечить заново, а уже и антибиотики, и этого человека труднее будет лечить. Правильно ли я вас понял? Да. Бросить это вообще нельзя, потому что это называется у нас отрыв от лечения. Но тогда устойчивость, и лечение гораздо длительнее и гораздо труднее, и дороже. И фактически все заново, и еще дольше. Да. Илья Сергеевна, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Ну, наверное, не поздравляю с тем, что есть такой день в календаре, но очень надеюсь, что когда-нибудь, чуть не сказал, что вы останетесь в этом смысле без работы. Вот, и нет, боюсь, что в этом смысле работа будет, тем более, что вы микробиолог, и наблюдать за тем, что мы не видим своими глазами, наверное, чертовски интересно. Спасибо огромное, и будьте здоровы. И вам. На сегодня у нас все. В ближайшие дни ждем в этой студии Романа Мирошниченко, одного из самых титулованных гитаристов современности, и советника Владимирского губернатора. До встречи на нашем канале.